всем привет дорогие друзья всем привет теперь уже снова как обычно enter да и будет снова поменялись у нас ведущие и собственно представляем вам варкап на войне вне варкап точнее это у нас будет мультикап состоящий из четырех карт который будет проходить по картам которые делал on wind такой был великий маппер или on wind или on wind да у него какие-то еще по моему были фейки там много true story кто может быть шарит из олдскулеров может быть в комментариях напишут кто шарит карта dc против and 2 карты будут только клан варски таких мультикапов у нас приготовлено много так что вам придется попытеть все эти карты очень жесткие очень интересные и я даже думаю enter наверное на этом лично участвовал нет я отправил дымку не в смысле на самом клан варине честно не было то есть я карта первый раз увидел видимо древние ну да она у нас 2006 года ты же как раз первый год взяли сначала в тупас потом после тупас тоже да ладно давай начиная кто первый обзор итак мы видим вначале мы появляемся по центру все время по центру то есть не надо бегать от края до края у нас здесь имеется как я понимаю старт этого 10 с краешка еще посмотрим как он а он чуть дальше от краешка и в принципе наверное до потолка я так думаю я не знаю не декомпилил я хотя нет декомпилил но сейчас лезть вроде бы он до потолка мы начинаем делаем несколько прыжков причем хотя вроде не сложные особенно в физике cpm для наличков кто-то сможет здесь распрыгаться лишний прыжок сделать из угла падают достаточно простые ничего сложные идет два пада дальше мы идем вперед в такую арочку проходим здесь у стенок ничего нету ни прыжков ничего просто такая светлая комната и здесь нам дают 200 ракет и куча куча брони и здесь чекпоинт ничего здесь нету пока вот мы идем дальше в этой комнате как не понимаю раз есть руки то мы ему будем палить во все что можно да и вот кстати боковые стены без клипа до их туда поэтому это очень неудобно жми ракет на руках эти будут столбы торчащий пол полусно убытки будут мешаться нам после неудобные вот эти стенки дальше нас подъем наверх и такая рампа причем рампа на которой можно делать дабл джамп к сожалению не знаю как физики боку 3 вроде бы она должна подкидывать честно не скажу и хорошо то что она сделана выше чем высота прыжка то есть не получается такого что ты перепрыгиваешь под рампу и втыкаешься стенам то есть рампа нормальная хорошая и знаете такую рампу единственное не за как вы кудри но я наверное просто пойду пройду разок руку 3 потащу как здесь чё работает но вокруг 3 я могу даже так словах принципе там тоже самое вокруг 3 тут единственное просто надо руки запускать на период то есть ты делаешь ракету прямо от рампы ловишь ракету который закинул наперёд чуть выше и потом 2 в физике в кутре рампы добывают двух типов первое если ты с разгона прыгаешь нее ничего не нажимая на тебя подкидывает вверх и 2 если ты прыгаешь ничего не нажимает и останавливаешься на ней вот там они отличаются буквально там несколькими градусами и второго типа на хреновая а в первого типа нормально если как бы сразу выстрелить то ты как уснуть и но пуст по высоте получаешь главное то что нормально подкидывает нормально они прыгается никто не втыкается рампа хорошая дальше нам нужно залезть наверх делает это но у меня так ракета есть значит делаем ржа прыжок выстрелы нам четыре нужны а четыре нужны здесь пока без них возможно нужны будут такая понадобится включи включим окей итак мы залезли наверх и вот здесь вот вот таким вот образом располагается триггер который у нас собирает ракеты то есть у меня сейчас больше ничего нет вот после после отбора ракет мы идем вперед и видим плазму и опять вот такую вот полу рампу ну я так понимаю то что нужно запрыгивать сюда и использовать эту плазму чтобы залезть выше вы прямо до этой красными текстурами выделен путь кстати нужны ну ладно завод и что-ли 1 так мы залезли с плазма наверх мы видим гранату и у нас есть ладно это нажал я это просто чтобы это вооружение лишь навсегда вот вот заметьте писали с москвилем ни слова про 4 не было это очень мы залезли наверх здесь лежит граната и судя по всему нам нужно этой гранатой прыгать туда наверх то есть мы кидаем ее вниз и с гранатой залезаем наверх с прыжка в принципе просто ничего такого сложного кто-то заметит то что есть плазма и здесь есть стенка и можно попробовать залезть наверх но это к сожалению чревато потому что батлсит то есть если мы здесь попробуем подняться наверх то мы увидим то что нас убивает почему убивает потому что вот здесь вот вдоль стенки он где-то вот таким вот образом вот отсюда я даже подальше но это да не суть да но он сейчас поймал потестить даже не здесь могу упасть здесь же не могу здесь натянут вот таким вот образом брошь брошь триггер из с правой стороны которая нас убивает килл триггер и поэтому у нас не получится снизу подняться здесь как-то по стене подняться нам приход придется использовать эту гранату это для мальчиков то есть мы ждем пока она пикнет или не пикнет или кто-то дожидается третьего подъема и прыгаем на гранате дальше после подъема мы идем вперед у нас куча гранат и есть куча плазма потому что по-моему 200 и здесь нам еще дают 200 плазмы вот здесь и триггером так чем дальше дальше у нас идет прыжок плазма по такой стене для новичков что может оказаться немножко сложноватой но ничего страшного принципе это проходится не так уж сложно главное то что здесь телепорт а не килл хотя там тоже надо было телепорт делать я бы посоветовал мапперу чтобы не приходилось сначала начать жаль маппер уже давно не играет ну в общем здесь мы все делаем прыгаем ставим на 70 градусов или наискосок вот так вот и плазмим до конца либо по стенке здесь неудобности на кривая не получится проползнуть можно по этой стороне и все можно если у кого-то совсем все плохо попробовать как-нибудь вот так вот залезть наверх и вот здесь проползти по верху а еще один кстати вот вопрос сразу я тебе задам который мне очень часто задавали можно ли с этой стены если хорошо плазмить на которой ты стоишь залететь сразу наверх залететь нет возможно теоретически туда залезть да но это так неимоверно сложно я тестил я больше получаса на это убил у меня ни разу не получилось я тоже тяжело хотя бывало очень-очень круто но мы дорожки и ты наверно мы их еще объясним какие тут возможно так вот мы плазмом по этой стене падаем сюда здесь спалным поднимаемся наверх здесь у нас опять два паника как на старте делаем три прыжка и финишируем карту здесь финиш так но чем давать сначала я пойду или да так ну своему душу хорошо рассказать тут первое что можно сказать во первых здесь много места на старте можно делать при джам при джамп нас позволяет спиро пушка иметь сразу ну 520 меня где-то скорости а если с одного пушка то у меня четыреста восемьдесят около того то есть он позволяет чуть больше скорость набрать то есть я делал сприт джампа начинал несколько прыжков дальше здесь нам дают рокет и я использовал буст так называемый ракеты то есть выстрел и кнопкой влево я бустил по этой стенке дальше еще один буст от этой стены вроде бы от этой приземлению дальше втыкался в эту рампу залетал наверх и здесь начинается магия или не знаю как назвать здесь есть несколько дорожек первая дорожка которую показывал берем плазму залезаем наверх кидаем гранату немножко ждем и запрыгиваем наверх второй вариант сложнее второй вариант который зал я он прям мне сложнее чем у тебя варианту я делал как я брал эту плазму дело прыжок будь сделал буст здесь и прыгал вот с этого краешка то есть я не делал дабл джамп я не знаю дабл джамп проще или сложнее я получался таким вот образом залетать но для этого нужен был хороший буст поэтому ты проиграл да да я буду еще не умею делать разыграться и прыжок очень неудобный в общем сложная такая фигня который который нужно долго тестить и вот таким вот образом в общем сложный подъем я делал таким образом есть вариант наверное попроще наверное я не знаю реально я не пробовал эту дорожку когда мы делаем буст а потом делаем дабл джамп на это рампе дабл джамп там позволяет больше высоты получить и сильнее нас подкидывает вверх я думаю забыл джамп предпочтительнее на не то есть он не скажу есть вариант номер три этой прожить 4 подожди 4 1 обычный 2 из густа 3 из дабл джампа и густа четвертый вариант он 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 позволяет брать не использовать вообще эту плазму сейчас я приблизительно покажу как это делается на старте сейчас я быстренько я надеюсь не потрачено это очень много времени вот вот таким вот образом то есть мы делая выстрел ракета и вот в эту стенку в крайне ну или кто-то вот с той стороны можем с этой ракеты вообще вылететь его вверх и при плёте если мы достаточно низко летим над этой гранатой то мы можем ей выстрелить вниз ну тут еще дурочи там получался на самом деле потому что почему-то у меня лично зачастую получалось что я пролетал чуть-чуть выше гранаты чуть-чуть выше хитбок хитбок с гранатой да и она не зацеплялась это очень весело у меня тоже так очень часто бывало это сложная такая штука мы сильные просто с тобой да и я не знаю еще один очень крутой вариант сейчас я попробую повторить сомневаюсь что не получится так ты залетал или нет вот с этим ты про него же говоришь я правильно понимаю да да я не залетал нужно больше косаря скорости с этой ракеты мы туда наскосок вылетаем и у меня было то что я по высоте хватало но я не смог завернуть то есть я ладно я на плиту так я вот с этой ракеты я вылетал как-то вот вот сюда вот до такой высоты залетал и вот здесь вот подобнее потому что я не смог вырубить налево и сюда ну тут в там сложность то есть ты либо будешь урезать себе высоту и ну как бы ты вырезаешь высоту чтобы тебе сюда искать на искать залететь либо ты будешь резать теоретически это возможно если очень хорошо здесь отстрелиться то есть игры нужно скорость косарь с лишним и очень хороший вылет сюда то по высоте мы взлетаем на вот такую высоту мы где-то можно вылететь и здесь если завернуть как правильно как как этот без я забыл какой-то там как играешь я уже прошел и ты перебил вес по вот вот на вот этой карте он там в конце заворачивал так очень круто направо здесь нужно налево также завернуть и можно по идее вообще скипнуть ракеты всю эту гранату и это будет прям плюс еще там не знаю две-три секунды и дофига но это сложно геморно у меня к сожалению не получилось хотя по высоте хватало пара раз вот дальше дальше у нас несколько вариантов зависимости от дорожки у меня получалось то что я приземлялся куда-то вот 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 сюда прям из-за того что я делал без дабл джампа у меня высота была маленькая и я приземлялся первый прыжок куда-то цена из-за этого у меня не получалось никак с густа допрыгнуть сразу до этой вот до стенки поэтому мой плюс высоты нога не хватало я делал дополнительный прыжок будь уже здесь краешку и плазмил по стене если бывало пару раз то что далеко улетал с дабл джампа как я понимаю очень нормальная высота и здесь снова с одного буста можно сразу долетать до плазмы как мы увидим демках на вот этой вот стенки я попробую сейчас повторить то что я делал я где-то в 10 пользовался рандом но плавил по любому проблема в том что я очень часто не приземляюсь на это не добираю высоты ибо очень много скорости я никак не могу приземлиться на краешек этой стенки и надо надо плазмоджампить с этого может быть плазмоджампить на проблема в том что очень неудобный угол и мало скорости и то есть если много скорости ты мне как на него не приземлишься прям очень сложно не зацепить если мало скорости тут и не достаешь до уголка и здесь очень плохо запал это это как бы нормально в том смысле что теоретически это возможно вот это я думаю сделает потому что вроде ничего такого сложного то есть теоретически вроде бы возможно но у меня не получилось здесь нужно много скорости прицепить за краешек сразу после краешка желательно здесь плазмоджампнуть плазминку в эту стенку и потом остальными плазминками здесь подниматься ну это чтобы есть такое задрочить и надо всю неделю просто играть без глазами и получился это это мало того что у тебя должно все до этого хорошо получится у тебя еще вот этот сложный но он реально сложный убер сложный элемент как-то не прямо из разряда нереального но если бы это был бы флц наверное я бы задачу да ну и последний элемент вариант номер один это нубский мы залезаем наверх делаем шажок делаем прыжок 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 финиш тут такие же в принципе легкие пады поэтому они очень вариант для чуваков которые имеют бусты можно вот здесь вот например я делал я поднимался с плазма наверх и вот здесь от приземления делал буст здесь опять же два варианта если мы бустим вот на этом паде кита либо делаем здесь плазмоджамп и залетаем туда дальше я как сначала делал маленький буст здесь маленький буст нас на этом поле но потому что иногда здесь буст так себе получался вообще фиговый из-за высоты из-за скорости ты вот как сейчас да на это быстро кстати не говорю просто тебя бусты не очень такие он чуть-чуть похуже прям чуть-чуть но мне так реально удобнее как бы просто здесь буста и почти перелетается этот подъезд а еще можно по извращаться в принципе и тут спейсингов то много разных можно сделать как раз моджа с после гб и на второй паспорт и я долетал об этом даже не подумал исключает геморрой с перелетом в этих падов всяких ты в любом случае попадаешь на платы но я делал как ты второй раз сказал это гб и плазмоджамп на втором паде так было более стык проще я я делал как я делал густ потом смотрел по скорости если наконец спада делала я плазмоджамп если на начало то я еще ему сделал вот ну то есть зависимости от скорости того как вышел перед буст я делал 2 или не делал ну и все можно было конечно просто попалом пропрыгать себе давай показывай свой крутой роут ну это же надо показать вообще интернет на самом деле все рассказал и даже так это приятно удивлен но делать надо в любом случае лежал и вот здесь вот начинается принципе самое интересное поначалу я делал обычный гб потом просто отстрелился а ты я что-то подзабыл ты вот здесь тоже делал гб да по-разному я пробовал гб пробовал без гб просто в стенку шмалять чтобы он там дальше дабл джамп вышел но если там выходит дабл джамп то последний рокет перестает визация такая фигня я делал здесь успеваешь шмальнуть еще одним рокетом но я видел как-то сейчас проходил то есть ты на рокет меньше делал нос бы с более быстрым вылетом я тебя больше скорости было и я делал как раз с дабл джампом с этого гб это такой вид такой себе геморрой на самом деле это эффективнее ну на мой взгляд эффективнее чем просто прыжок потому что ты поднимаешься быстрее и в принципе по скорости там то же самое выходит но тут весь геймрой в том что находится эта платформа на высоте 32 юнита как можно увидеть у меня внизу слева можешь открыть консоли подыкать мышкой тамашка двигается анда вот 32 если у меня видно мышку и дешевину слышно мало ли вроде я не знаю захватить захватывается нет вот они 30 32 1 32 юнита а высота прыжка у нас 48 а залетать мы можем вообще на 64 по моему да если они 68 заступом заступ сколько там ну сколько а или 72 даже тут в общем вся сложность была в том что при гб тут нужно делать из-за вот этой высоты небольшой нужно делать дабл джамп прямо впритык чтобы он получался если ты делаешь раньше ты просто залетаешь как бы на платформу все так как ты плюсом к тому что ты делаешь гб а скорость с гб там сразу около 600 700 юнитов и нужно сделать после гб еще дабл джамп ну это короче такая такое комбо из движений которые нужно синхронизировать и очень не всегда получалось вот и кстати вот это тоже бесило тригер часто зацеплялся потому что высота большая скорость большая и как бы я сделал 16 потом и 8 по моему я делал все эти в онлайне с залетом наверх гранате то есть очень круто вообще вышло вот я делал вот так вот и потом вот здесь вот я выработал здесь уже в последний день на последние полчаса играл на стриме был видел я тут выработал некоторую стабильность в роуте то есть раньше как попало делал ну вот как ты типа как получится так дальше и буду прыгать а потом я выработал стабильность я просто поднимался наверх набирал скорость кнопкой вперед сюда вот в сторону чисто вот по этой линии старался как можно ближе к краю делать гб прям вот хороший такой от души такой закрутить и как раз где-то на 830 вылетал и прямо на краешек падал смотри ты вертикально поднимался я наискосок я наискосок влево поднимался чтобы больше горизонтальной скорости было и потом делала его в другую сторону на так тоже об этом думал чтобы гб было получше поэффективнее но тогда если наискосок то ты забираешься медленнее нет также ты там пару раз на налево нажмешь и у тебя нормальная скорость но я делал вот прям под конец немножко скорости набирал то есть ну примерно на траекторию я примерно так было окей проходил и но в принципе по этому моменту даже не знаю тут основная проблема вот этого double jump а было в том что очень сложно понять на какую высоту ты вылетаешь потому что ты не можешь уследить сколько у тебя здесь гб получится в этой области то тяга он может там 600 получится 700 там больше да может получиться и следствие от этого будет листа дабл джампа тоже разное и получалось иногда или или не долетая же как-то сюда вам приземляешься здесь уже если прыгаешь что уже спейсинг ломается уже не то тоже там перелетаешься если слишком высоко падаешь да то сюда уже к злб тоже перелетаешь и вот это вот такой момент очень тонкий был чтобы еще тут триггер не зацепить еще как-то по дуге так на скорости зайти ему это тоже как бы такой себе дрочиво но в целом это оказалось до своеобразно в целом оказалось это вроде как эффективно я вообще проект про этот род как-то случайно так подумала что если попробовал увидел плюсы все получилось по поводу залета я пытался как вот enter хотел сразу наверх но у меня да я даже на эту высоту не подлетал туда я думаю то что для того чтобы тебе последний рокет нормально завязать нужно скорость меньше чем 1800 хотя ну то есть если ты более горизонтально мне кажется нужно делать вот если у меня скорость 1840 то как бы я здесь не старался я с очень большой вероятности не успевал четвертую ракету всадить краешь да я два фиговых гб делал и более горизонтально последний четвертая ракета вот видишь отбирает там нет где-то 40 было если я могу делать гб еще более горизонтально и нужно скорость перед четвертой ракеты чтобы было около там 800 900 1000 чем больше тем лучше то есть нужен правильный заворот 600 так мало скорости я уже другим роутом ты просто играл не хватит 840 но близко было ну да мне в теории конечно можно раз enter залетал на высоту я принципе могу при положить ну как бы я вижу что это по сути но тут вот в этом как раз и сложность то есть тебе нужно очень горизонтально отстрелиться при этом набрать нужную высоту высоту и скорость то есть чтобы завернуть успеть вот ну в общем наверное это вся карта что-то показывает я еще даже не знаю еще пару там тут можно было я думаю вы кутри это был бы наверное самый лучший рот потому что вы кутри тут в любом случае используешь гранату и бы на слушай вы кутри здесь наверх залетается без плазмы да да сюда круто роман пробовал роман делал роман даже в рпс там роман забыл отправить динку жан который причем тупо забыл он реально даже в комментариях и со блин забыл а что есть эти дымка не можно короче еще вот так вот делать но если ты взлетаешь сейчас что-то типа того я просто не очень люблю гранаты ну даже я попробую давай давай ты же в этот мастер конфет любитель на так чуть-чуть раньше надо это чердак и вот если вы кутри кто-то вот так вот делал я думаю это был бы самый быстрый вариант вот тоже сложность как ты эту гранату словишь по идее можно словить очень хорошо и потом уже без приземлений продолжать плазмить почему надо трогать что ли да что такое это раз и сломались если ее словить как бы с прыжком то можно потом дальше продолжать возьмите скорее всего но это не думаю если с прыжком надо наверно врезаться в стену приземляться на краешек на вот этот вот и провис плазмить дальше потому что с прыжком ты просто подлетишь и приземлишься в эту яму да чё такое в идеале нужно просто чтобы гранат тебя ускорила ты приземлился после неё 10 на краешек и прыгнул сюда вот я думаю ну может и так ну посмотрим кто-то где он раз а что такое это это свитику интер старый стол и может эти гранаты это первые почему-то не как ну буду играть потом какую-нибудь другую карту может попробовать такой же так сделать а ну игорь и в общем все на политический пока да еще раз попробую а залететь наверх мало скорости вообще мало скорости надо больше а мы кстати похожий tricks можно найти на карте сейчас вам скажу точнее но не то что вы похожий они разные но по принципу исполнения это можно сказать одно и то же это у нас рдвком сейчас я скажу какой там рдвком богу тут вообще разворачиваться надо чуть больше скорости и более корректный поворот ты читер какой-то у тебя всегда вот эти вот какие-то триксы а в 0 19 от 19 19 рдвком имеет похожий tricks он он сложнее в принципе ты там браузер показываешь или меня нет я тебя показать ну в общем надо ставим скейлом потестить кстати его я думаю то что все таки можно залететь туда игры у меня по высоте получалось медленно короче ладно можно кто сделает как когда-нибудь какой-нибудь киди эскейп либо рима как говорится демас демас это у нас как называется ворчук это у нас ждите амин он ворсанта gt бинк лаварс dc бис андет 2 на 2 деклара над мирно или нет я ревновал мнение пусть будет лучше днем мне кажется потом ориентироваться в дальнейшем будет лучше то что вот и жить и андрик были клан вару рамбину можно карта сначала просто циферку писать или там map 1 или чем такое потому же название карты и тву и так вы кудри да только у 3 38 и 6 вайпер россия тольятти готов на play play странно то что он такой тайм поставил вроде вроде вайпер не это не тут вайпер это из тольятти так начинал с пиджамбом прыгает в целом гитлорел у тебя раньше запустилась так ну пока все ровно я как бы никакие каких-либо изъянов не жили сан гренки вот зацепился и на плазме зачем-то пошел назад видимо для спейсинка чтобы набрать скорость перед плазмоклимбом угол поставил кстати хороший я думаю то что у него бы получилось без падения пройти хоть раз если он чуть чуть больше попытался потому что потратил секунд пять наверное на когда он свалился с в этот даже больше в телепорт на плазмы ну плюс он очень долго перед гранатой он там несколько секунд постоял перед долго угол там вымерял плазмы то есть надо делать гранаты тоже зацепился мог бы подлететь просто повыше пусть скорости было бы меньше но он бы залетел сразу бы тоже итак следующий game rock белорус на 3 4 9 play быстрее на 5 4 секунды и так делал при джамп принципе пас трейд у него нормально рокет наперед стоил две ракеты а зачем там а думал еще на ракету запустить залез как наверх как-то странно так залез ой тоже упал но зато и второй раз упал вау на уважаемый прыжок не надо вы плазмите так хуже недавно мы разговаривали с дяди по этому поводу а дяди же нет уважаемый человек интер знает все знают и он сказал конкретно я вот прям кто-то не я помню кто-то или я спросил типа плазма с прыжком полуза клип он говорит что прижимная сила типа но тяга меньше с прыжком когда зажимаешь да это же написано на этом как он называется школе фарша там по моему даже циферки написано сколько она меньше хотя не помню да так что имейте ввиду если вас не получается это не факт что вы кривые просто надо качать да может быть sky allen 33 0 play быстрее на почти 2 секунды интересно он падал или нет плазмы мог бы попробовать 3 икс запустить чё чё так прыгал за прыжка лишь но залетел быстро кстати мы взяли его в год залет наверх там с прыжка лучше бы поп-поп прошел пол шашка и потом нормально заплата на я проторопился к нему него плазма никак не получается я не знаю включена ли у него отображение градусов чтобы сразу можно было видеть что он неправильный мне кажется включены просто он ну торопится торопится пытается выставить быстро и поэтому не получается а нужно не торопиться мы всегда всегда на каждом варка ты почти всегда говорим что лучше пройти чисто но медленно чем торопиться и вот с такими косяками что-то везде запороть нюк россии 27 4 play на 6 секунд побыстрее на ну на 5 и 6 если быть точнее так нюк я помню нас удивлял на мж копе по моему был как он обжим капли с вот и как классно варки и наверх залетел вот нюк я говорю нюк я его сразу я запомню я помню таких личностей и тут все с первого раза и все и вот что не получилось что-то и че че за демка и все вот он типа расстроился ну и все нибудь блин то так круто было все же он так запорол он бы по-любому сделал только сколько-то топ-5 было дальше на вкус 24 5 play на 2 до 3 я я не поставил сколько на 3 на 3 секунды побыстрее о 3x отлично спал свою на вверх он стал выставил в угол с калин слышишь да и кита снова был правильно поставил про плазм не поторопился встал и здесь не поторопился прошел несколько шажков и все тихонечко прошел и заметьте он тебя обогнал вот без косяков просто прошел тоже сами без косяков насколько почти на 10 секунд шаришь никиту называю москраль 22 и 1 на 2 секунды быстрее play москраль в руку 3 играет надо же такие надо надо сейчас его критиковать чтобы он не играл а они поджиг пусть пусть обороты окет и попал прямо сразу на плазму для неплохо да какой как плазму посчитал и вот здесь тоже у него по-любому посчитано и добавил хорош ну да классно пройдено на очень чисто так прям ваших как ювелирный к так плазму везде все посчитал хороший 2x словил все везде отлетел оттолкнулся хорошо nokia nex почему-то сделал лучше тебя на sky понимаешь не знаю почему наверное я посмотрю давай play на 2 и 3 секунды я посмотрю давай кен x покажи как бать который тут лишний у нас раз два три ракеты и вы залет играть и вот они три секунды тоже два прыжка плазма нормальный подъем наверх тоже все было посчитано было с удовольствием прыжком и финиш савчик монстрик на 200 побыстрее и бойся 1577 он же bg rock буду постоянно об этом говори а зачем так отременовался если он всем говорит не знаю но он не то он он не он не всем говорит просто он когда добавлялся в друзья а узнал что это рок удивая будешь ты его за эдуард а бросим и все и финиш даже принципе неплохо пройдено прошло как прошел хорошо 19 и 1 red born белоруссия play следующий тайм у нас прям плотный плотный на 600 побыстрее и вот четыре час тайма будет с разницей 200 миллисекунд вон от 1100 вылетал а круто очень быстро ракета и подзросил а мы почему-то дымки быстрее грузится почему все же рынке быстрее грузится у меня ты у тебя последняя версия и да ты давно и скачал нет нет у меня новые новые меня грехи я постоянно но у тебя ssd наверное за то что мне создать нет у меня не создает вот может быть понял короче прошел классно единственное там сотню потратил после плазмы после гранаты плазму по левой стене и по передней стене он там потратил пока градусов оставил чуть-чуть прям совсем чуть-чуть там можно было вот как раз 200 сэкономить и люба димона вообще ну и топ-3 ракет очень неудеятельно кстати выкутили на топ-3 нет это уже выкутишник ну да так он тут топ-1 должен был быть 1 2 3 ракеты ракета залет наверх сразу ставил гранату отлично может нечуть задержку делать и не просто пораньше запускаю примерно синхронизирую стрейк и финиш на она прошел его хорошо но если бы посчитал плазму финальную он бы прошел быстрее но и бригады бы обогнал потому что он пока но вот этот вот эти вот фреймы голимые то что ты подлетел упал церковь и сделал а если ты посчитал плазму залетел и сразу делаешь церковь ну как бы без типа как заступа бригад 19 024 на 60 по быстрее ну ты говори play на 2 шай хороший стрейф 1200 на чуть-чуть быстрее чем у кета быстрый залет классная граната хорошо проползнул чуть-чуть пол шашка сделал он здесь потерял наверно сотни ну могу не мало перебить все равно хорошо получилось на топ-2 что построить красавчик а почему тебя в демоны не нл григант григант декса не уважаешь дим димон на 60 побыстрее занимает первое почетное место country у нее написано хир то есть здесь он родился в ты фраге он живет все play красавчик димон занял выку 3 нафиг не горит ваш cpm и изи эти пусты все для лохов вот выку 3 мужики играют с хэнсом 3 игоря подожди он на ракет меньше чтобы сделал да он наперед его закинула ну типа как под себяшку вот этой фигня и он как раз сэкономил 200 или сколько там вместо лишнего прыжка он просто сделал плазмоджамп и основной плазмопуст как будто бы на самом деле но нет это плазмоджамп было сначала попрыгнул быстро и этим допрыгнул до пада и сэкономил кучу скорости все остальное я так думаю ну чё поздравляем с первым местом да и мы переходим у тебя нет а кстати демки он не давал тебе хоть это могут лишь на нем хотел быть они демку блин а ты про романа роман да там быстрее на на сотку что ли ну то же самое побыстрее хорошо там ничего такого и теперь демки их у нас много-много ну давай побыстрее так из чечни у нас альмеры слова мы знаем что давай короче я буду если я буду говорить play то я буду нажимать через там чуть-чуть полсекунды секунды не я примерно поиск плазмы запоролось конечно немножко я я эльмеры спиной но даже на боже вес слова можно что это а в стенка уплыть нет но даже может круче зачем так в интер машину ворует и смотрите делать смотри 5 делать не хочет и не раз забанить надо язык ну чё занимай последнее место свою заслуженную просто когда начинаешь говорить я сразу нажимаю play и мы примерно синхронизируем сестрой а что ты давай объявляй тогда еще 720 раз ша play 1 ша хороша россия 1 7 и 0 до побыстрее на три секунды ой какой-то серту интересно актера кита не знаешь вот из-за того что нельзя шоке ты потерял пару секунд а может быть девчонки проиграть на 720 наем и вниз что ж он не знал дорожку что ли просто граду под себя здесь еще граната интересно вот я ему между прочим дал бы приз за оригинальность он по-любому единственный до гранаты за езжу а это уже говорит о его нестандартном складе ума а я сейчас подумал знаешь чё после прыжка с гранатой кинуть гранату наперёд и словить гранату я не знаю как там себе могу 3 кинуть гранату наперёд словить ее перед с правой стенкой и с гранатой и плазмой попытаться залететь наверх это жестко нет либо там все равно не хватит высоты мне кажется там надо с хейстом хотя бы там не хватит но если просто так залетать не хватит тебе он по-любому там нужно как-то приземляться в общем не знаю я я просто подумал как-нибудь наперёд гранату закинуть год sky allen украина 23 стоп play короче давай буду через секунду после play нажимать и все залет приземление плазма наверх причем углы вроде нормальные да углы в этот раз нормальный как cpn ой никак внутри наверх забыла я не рассказал про эти про кривые стенки чуть-чуть что в них можно врезаться и они тебе длину прыжка уменьшит типа если ты по прыжкам видишь то что падаешь в яму можно башкой долбануться в эту кривую стенку и укоротить длину прыжка да вот да это ну это вот я допустим использовал эту особенность на старте потому что делаешь когда при джамп у тебя скорость высокая и чтобы слишком далеко там с этого не улетать с буста ты просто больше в стену направляешься выста прыжка режется и ты можешь раньше делать как бы ну короче все дукич я так и не знаю как его называть дукач или дукис не знаю ну дукач тоже прикольно вроде дукич ты уже жаловый но он не российский да нет россию а ну у меня юа написано он россии из россии я говорю play и только через секунду я сам нажму play или ты говоришь play и и через секунду я тоже нажимаю play давай я буду говорить чтобы окей хорошо в общем дукач 22 и 9 из ю а не знаю он может учиться где-то в евро я не помню как его и расшифровывается я его это не сайт а ю а я не помню украина авторитет он за курины кстати ой даже с плазможампа нифига прикольно у него там был об я надеюсь что она мне слове нет он не словил у него скорости вот я у меня видно слева внизу он даже потерял немножко хорошо следующий год сит сита чё тихо бедой play из румынии ну как он демку дуки включил так залетал бы хорошо не делал он срезу почему-то кстати я мог бы он вроде у него рокет 2 вообще ничего ему не дал плазмы углы не очень хорошие там 64 он поднимался а нужно бы 71 и на этом тоже очень много времени тратится между прочим и кирзалит тебя круто и матч 22 и 4 play еще быстрее не под насколько есть что ли блин я тоже почему-то забыл от пола лучшим от стены долго стрелять ракетой и наверное здесь очень много потерял то что на рамку приземлился там все сквозь она очень далеко взрывает хотя не все таки далеко но случайно прыжок зажал вообще не прыжок выстрел прошел вот чудо за 22 и смотри 22 и 5 4 3 3 3 2 4 плотные таймы и да вообще 21 тоже 3 тайма в 20 секунд их один челлендж был сейчас на минуту light по моему 2 312 на соточку побыстрее из финляндии у нас данный тлайт на самом деле на самом деле он белорус вроде что виза россия научиться филе и там еще пёс прыгать я думал на самом деле что пёс пошлет дымку хотя бы вот кстати хорошие ракеты не использовал срезу хороший угол на плазме 3 прыжка гната видимо хотя нормально без густов нормально можно 3 пышков немножко пришел спешком взял хорош церковь или проплыл 31 из 59 и как раньше закончилась деку россия 22 38 play быстрее на 30 миллисекунд даже не очень плотно так дайку тут постоянно чайку зимой конфиг зерга я понимаю конфиг москаля наверно сейчас нет сейчас модно не конфиг москаля не конфиг москаля чего сервер видишь написано дед клад клан про москаля тоже до зерва и в этого москаля тоже написано а зачем не знаю не успел взять вторую ракету выпустить угол стал поставил сразу хороший принципе 71 плазма джамбом хорошо залетел два прыжка делал угол тоже неплохой здесь по ну слушай ну вообще деку нормально да нужно вот же очень быстро пришел пока гиброк на 30 play быстрее еще по чуть-чуть по чуть-чуть все быстрее и быстрее ракет наперед плазма подъем с плазмы игра ты как как не очень хорошо получилось пришлось 3 прыжка делать на просто высоту на лишний прыжок на перед перед стрейком был там можно просто со стрейка до пробить следующий хардкор 22 и 272 play еще со . ну очень плотно такие одинаковые демки можно сказать смотрим здесь по на старту тысячи триста не он было после второй ракеты что-то как-то медленно но угол сразу хороший поставил на плазм здесь граната получилось получше немножко чему я вот сейчас не заметил было ли они молоку ли это он дожал не там валидирует димон если у кого-то и было то если он если он валидный то он ему по сути ничего толком не дал думает все спорные моменты обсуждаем дал зажал прыжок все хорошо и 529 play на 300 уже вот на этот раз опять не туда им включу не сек я замедлил поэтому сейчас нормально должно быть две ракеты по 1300 вылет забер поверх с плазмы подъем почему они пытались сделать срезу очень хорошо но не получалось может у кого-нибудь мы блин закупри там чуваки делали только в путь а тут ашо так файл дошли так файл очень хорошо играют но прошел честненько давать молодец что отправил кстати участвую участвую на всех участвует их файл а то я тебя в кучу зайду и выберите жопку так давай говори супер звучит 27 на 200 мастер и моего не посмотрели же смысле мы take five еще не посмотрели смысле только что говорил play ну смысле я живу только что смотрел подожди я сейчас hardcore только что посмотрел я hardcore был мы же смотрели я говорил take five 27 9 на 300 быстрее а play никто не сказал я сказал так чё будем его смотреть его точно посмотрел у тебя в консоли есть точно-точно мне рассмотреть или не надо за перезубь разучи 27 еще на 200 быстрее play вот начинается скиллуха тут жесткая надо придумать как-то как нам синхронизироваться может мне может один типа экран шарит а другой показывает мне кажется будет не очень удобно и но неудобно что синхронизирование типа я если показываю экран шарить 30 фпс можно показывать и все в принципе элементы сделал хорошо и не знаю даже к чему докопаться на самом деле понятно что нужно быстрее тогда запись будет лагать лучше основали запись у меня корсу лучше так ладно ацид кис из россии 20 на 5 плей еще на 130 внутри со посчитал на 130 500 600 700 нет там 200 с лишним ты чан они не там 700 ровно будет вам стоит лица очень хорошие ракеты уже не одел слезу вверху ним у него клейерный он с двух крошку из густа нифига вышел скин долго вот этого хождение пешком это вот все вот лучше бы ты сделал на финише буст вот реально братан здесь здесь это прям было бы прям жестко или с ракетой попробовал оставьте сделать до срезал очень тоже круто но там вот отрыв вот сразу видно на кипиши вот пейси почти в секунду у них отрыв и сразу понятно что я посмотрю челябинские жёсткие чуваки 20 и 6 плей челябинские жёсткие чуваки ой как как он звук противно этого это же клеск не такой-то у него там а динозавр она страшно звук спеши по ночам после обзора кстати очень важно и он не сделал среду нет он без среза был да он быстро ну вот даже чувак просто прошел все побыстрее немножко и получил секунду и манжер у нас сделал еще почти плюс секунду ой а 19 7 он же роде он же поищем там скейл реперта ну ладно здесь это из альтама без гавру он тоже мысли без это стрелы а в конце был сделал и под мадам поэтому 19 7 то есть сэкономил целый прыжок а прыжок это 700 да ну прошел очень круто все уже начинаются вот эти наконец-то демки которые просто перебил роти что и посмотри форстах игру срочный вербуем ван деды его все перебил вроде все вроде это братан веспа обратно веста это уже авторитет все это почти как вес по 19 0 просто к плей как там замка дам простых братан я все хорошо пиши звони там я скучаю вон наверх залетел и просто взял и вот видишь как он вроде пузов прыжков скота видишь все его надо его ван дед брать а углы таки углы он ставит правда без густо ну блин пусты научим почти меня москаль научит правда илюха будет не рад если его москаль будет но прошел очень хорошо мне прямо нравился это первый чувак который сделал срезу но по-прежнему 720 забирает мне кажется все таки приз за оригинальность и не знаю может что-то кто-то еще и покажет 17 9 торнер прям и ожидал от него вкрученного нахождения ладно все равно давай смотреть 17 9 play ну поменяем форстах и на торнер что так медленно то с такие с такой скоростью а он реально полторы секунды в конце просто так вообще никуда потратил на лишних на лишний прыжок и на хреновый стрейф мог там по-хорошему устануть или как-нибудь поздно джам попрыгнуть и было бы намного быстрее мог потратить полтора дня чтобы улучшить стрейф но потратил полторы секунды из-за хренового стрейфа вот так вот жизнь не карает на фраеров тут москаль кали 17 4 перебил торнера еще на пол секунды play ну не на полосекунду адам пасим был секунды 501 высоко мост вы 3 140 залет наверх продавал 7 на шкала очень хорошо гранат свою 702 и не получился не агуст но все равно нормально не полу получился просто он как-то из худого немножко вылетел и в итоге он не набрал как бы просто чуть-чуть проскользил так у него пуст пуст получился но плохо поэтому пришлось по всем падам прыгать на туз 17 и 3 play ты интересность как начало 5 модельками каким-то странным вкус за баню просто за модельку понял ты очень хорошо тоже гранатовил 700 перед поздно климом здесь конечно очень много потерял из-за того что он взял не на первом фазе но это самый один из один из самых бесполезных бустов потому что он прямо перед финишем если бы его запорол просто бы упал да злорадствуем центр сиди ну реально пустую очень много потерял за счет того что ты и врезался в конце там стену ты пока падал пока той все ты очень много времени на этом потерял старайся ну и всем всех это касается все слушайте внимательно слушайте всегда старайтесь прямо впритык падать чтобы сразу быстрил угол сразу плазмишь не надо чтобы было ждать пока падаешь там как то все и тогда из этого строится тайм и что у нас 4 5 место гадать даже у нас 4 босс 16 и 6 ока быстро близко play на 700 быстрее чем пусс и на два фрейма хуже чем enter взгустнулась от пола вообще странно но он сделал здесь наверно принципе сделал все неплохо и вот сразу почти тоже начал плазмить и буст хороший получился и плазмоджамп и вот из этого построился весь тайм у него 16 6 красавчик и на два фрейма сделал быстрее третье место забирает анда тендер прошу заметить кстати что в топ-3 все в топ-3 он же тупо за тендер я не так долго фпс там интер по-любому буквально си джейс бг интер мод интер и год интер был очередь так два буста 1700 делал собственно как и показывал с прыжком и вот и получается как будто бы лишний джамп получается да вот этот прыжок у меня очень много времени да ну вот был быть его допустим уберем вот этот лишний прыжок минус 700 насколько там прыжок у тебя был на 11 19 9 но у меня хреновые ракеты ты там сделал на 1 ракета меньше как раз из-за это ракеты там еще пяти хатка выходит или около того вот как раз и твой там ты сейчас по чекам увидишь да ну даже там не у меня онлайн чеки а ну ну да жаль нельзя их сравнивать но у меня я еще играл там но я пытался добить там можно короче у меня на я ловил еще плюс 100 плюс 200 где-то так почему это не предел далеко чем можно лучше это наведел сейчас по чекам чё там у меня было ну у тебя онлайн ой у тебя оффлайн у меня онлайн что-то есть оффлайн хотя бы одно прохождение нет итак второе место play на 130 обогнал лентера вы посмотрите что вообще происходит тути фрукти обгоняет выку три бриганда обгоняет cpm enter что вообще потом он что будет капитан новый что у него другое прохождение в этом начале уже пяти хатку от меня снял а там потерял 200 моим раундом и потом еще 200 потерял рожь хорош но у меня только концовка видимо хорошая начало меня вот у него плюс 500 от меня ну ты видишь плюс 500 концовка минус 150 ну прошел очень быстро и вводит об 1 поздравляем и так нормальный boost на 400 1800 очень короче все классно пройдено и приземлился в конце классно бус хороший все хорошо но в общем сейчас будем еще раз ее смотреть посмотрим демки в замедлении начнем до баку 318 9 пути крути таймскейл 0 5 5 как раз успешно давай давай уже дожимаешься и ваша ты сделал уже там первый под второй под пустим на это наперед ну очень кстати классное прохождение у димона не вообще димон что-то опасность становится надо бы с ним поаккуратнее залетел прям низко прямо на гранату отлично и опустил и гранату саму тоже идеально слою прямо на краешек там перед плазмой за два прыжка получилось не приземлился прямо в уголок угол нормальный 70 не вот видишь он 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 начали выстрелил а и потом только прыгнул типа как будто буст сделал то есть он себя поднял на этой плазме на плазминке изменил себя спейсинг типа такой ну при очень классный circle я бы на самом деле наверно даже не додумался я фиг знает если поиграл очень круто пройдено вообще димон просто мое сердце завоевал это тени бриган который имитирует вес по задними своими и топ один буди еще разок готов на плей сейчас все недочеты сразу видно что-то так почти нет первый прыжок нормальный быстрое прохождение нормальный буст можно лучше короче на 2 буст там его вообще почти не было и там просто почти попробовал сразу же на 650 сделал даблджамп и почти такой прям жесткий даблджамп получился и на плазме сразу приземлился в угол и начал плазмить тоже так все свершилось в общем по идее все очень хорошо пройдено но две срезы которые мы вам показали никто так и не сделал и я не знаю насколько ну вот точный должен делать а вот люди хочет да кто захочет можете по смене поэкспериментировать с таймскейлом но я уверен что никто не захочет почему я я показываю браузер да сейчас вот в общем-то страница карты на сайте в ску 3d в точку орг тут в принципе вся информация есть можно лазить потыкать под прикабельным вот этим страничкам и ку-30 пм узнать рекорды на q3d фру ой ну ну на q3d форк на dfru узнать из карты название пока 3 размеры 2 во все вот это автору тут указано какие то есть тогда там должен быть мой обновленный по идее пак я его перезаливал там по-моему я конфлик свой поменял немного и вот эти циферки сделал квадратный но вот текущий твой этот ну надо на google диск будет забить вроде маска разогнал пройдет ты ему давно кинул неделю назад при мне сказал что забился хорошо сейчас давай я проверю прямо прямо перед на запись проверю вот смотрите ребят это это в описании ссылка будет можете сюда все зайти вот тут у нас что дефраг байнер на закрываем by enter 30 июля последнее обновление было правильно сейчас август до 30 до примерно вот за за покинтер смело качаем гранаты звук то что вы слышите на записи и роман дефтекс это у нас интересно мой конфиг который был в прошлых обзорах чем я там написано можете поможете вырезать я его вот можете да в папочку конфикс зайти тут на пацан есть много-много разных вот и есть эндор целый zip у него энтер четыре хуртига и но кто удивляется на фига 4 это потому что я делал конфиг чтобы его можно было использовать на оригинальном квайк 3 типа если кто-то вдруг играет из-под крык 3 они подписаны фиге или чего-то и в оригинальном квайк 3 есть ограничение на длину конфига типа там по 10 с чем-то килобайт или около того и мастер-клобайтный конфиг который довесил и он не заказался вообще ну то есть он да он не работал пришлось удивить на четыре части потому что там много всякого фигни было написано поэтому я 4 конфига и также тут может скачать тот же энтерский за что ему огромное спасибо только головной боли у нас просто убрал этот дым и клинер номером 2 очень просто нужная вещь и постоянно обновляются айда и все так что вы не забывайте обновляйте себе заходите всегда частенько вы захаживаете на вот этот google диском для всех открыт ссылка всегда в описании есть вот страница у нас турнира тут у нас комментарии проходил он и можно сказать даже оперативненько выпущен обзор с 4 июля по 11 следующая карта у нас и 900 против fps от того же автора gt анвинд или анвинд уже комментарии тут у нас кальзерга понастоял вот в общем то карта не очень большая секунд на 20-30 но даже поменьше вам нужно перейти по ссылке здесь допустим тыкни цпм онлайн рекорды и мы видим что у киде тут 18 2 присылайте хоть какие-нибудь дымку так как это компетенов компетишен с общим за счетом будет а кстати я хотел узнать сколько у нас как будет в этом когда тишни четыре по четыре карты будет но я думаю то что не будет убираться самый худший тайм потому что их всего 4 а ну да может наверно вам надо с носом обсудить это потому что вам я сделаю то что не будет потому что судя по блин всего четыре карты если 3 прислал на 1 нет это очень хорошо да ну вот в общем то да надо будет нос вы желаетами описать тут у нас можно также перейти в общую систему очков пока что у нас первый раунд только закончился уже 23 играющих мы это вот я цп ну в общем-то участвуйте присылайте демки очень рад видеть вайпера снова потому что вайпер у вайпера были некоторые проблемы там в real life как модно сейчас говорить и очень рад что он вернулся кинексу большое спасибо наверняка ему очень помог они живут там рядом соседи помню ну и в общем то все а кстати enter а посмотри на лидеры рейтинга цпм да меня перебили заметил да ты не хочешь постараться лучше поэтому я решил отослать какую-то демку будешь бороться может играю перед димоном не палец опустился все ниже и ниже ну и ты постри я вообще 21 это же у нас в укутре не можешь играть не я в цпм 21 и в цпм не играть получается короче ладно да все всем спасибо за просмотр и присылайте демки присылайте комментируйте что там еще что-нибудь делаете да ставьте лайки лавала пишите обязательно комментарии что-то может быть подправить нам в обзоре что-то это был новый обзор от буди и это уже третий или четвертый обзор с компа вуде с новым монитором с новым всем и большое спасибо всем всем пока всем пока